Криповые истории из реальной жизни, в которые никто не верит от пользователей Reddit. Хочешь больше и чаще страшных историй? Тогда набираем 5000 лайков. Моему двоюродному брату было 7 лет, когда с ним произошла эта странная история. Детская комната брата находилась в подвальном помещении дома. Подвальный этаж был наполовину под землей. В детской комнате имелось окно, возле него стояла кровать мальчика. Однажды ночью он неожиданно проснулся и открыл глаза. За окном сидел мужчина и в упор смотрел на брата. Мальчик растерялся и не знал, что ему делать. Он замер на секунду, потом просто повернулся на другую сторону в постели, чтобы не видеть окно с неизвестным человеком в нем и вскоре заснул. Я до сих пор ломаю голову, почему маленький мальчик не выскочил из кровати и с громкими от испуга воплями не побежал к родителям. Как вот так спокойно отреагировал на появление в окне ночью какого-то незнакомого мужика. Как рассказал позже мой брат, это повторялось несколько раз. Он всегда просыпался в такие моменты, будто кто-то будил его. В случайные ночи незнакомец приходил и смотрел на ребенка через окно. Иногда он мог постучать пальцем по стеклу. На противоположное окно стене висело зеркало. Когда мой брат отвернулся от незнакомца, следующий его визит, чтобы не видеть ночного гостя, мужчина включил большой фонарь. Луч света отразился в зеркале и осветил лицо мальчика. Незнакомец словно пытался сказать моему двоюродному брату, я все еще вижу тебя. Но самое худшее было потом. Самую лунную ночь незнакомец настолько почувствовал себя безнаказанным, что начал сильно толкать окно, чтобы проверить, можно ли его открыть. К счастью для брата, окно было крепко заперто и не открывалось. До сегодняшнего дня парень не имеет представления, кто приходил к нему по ночам и что он хотел. Он не думал о том, что с ним могло случиться той ночью, если бы мужчине удалось открыть окно. Сейчас брату уже 31 год. Его родители никогда не слышали о ночных визитах странного человека к их малышу. Я сам только недавно узнал об этом. Он рассказывал свою историю и улыбался, словно речь шла о глупой выходке. Я слышал историю очень красивой девушки-подростка. Она жила в частном доме. Однажды ночью уже собралась лечь спать и случайно взглянула на окно. Девочка увидела красное мерцание и подошла поближе, пытаясь разглядеть, что это за свечение. В темноте ничего не было видно, кроме красной точки. Тогда девочка выключила свет в спальне и внимательно вгляделась в ночную тьму. Она заметила человека с видеокамерой на дереве всего в нескольких футах от дома. После звонка в полицию парня арестовали. Полицейский обратил внимание, что в тех местах, куда упиралась лестница, были глубокие вмятины на дереве, как будто лестницу ставили в течение нескольких месяцев. Мне исполнилось 12 лет. Я ехал в спортивный магазин покупать новый велосипед. Со мной были мой отец и брат со своей девушкой. Мы находились приблизительно в 10 минутах езды от центра города, почти рядом с магазином, в котором собирались покупать велик. Когда подъехали и я выходил из машины, ко мне подошел какой-то старый, неоприятный, страшный на вид пожилой мужчина. Он посмотрел на меня и сказал, «Ты хочешь купить велосипед?» Я оглянулся на отца, немного растерянный и испуганный обращением и вопросом этого старика. Отец кивнул головой и подтвердил, «Да, мы действительно приехали купить велосипед». Старик смотрел только на меня. После слов отца он снова заговорил и начал советовать мне обязательно купить шлем и всегда надевать его, когда буду садиться на велик. Он несколько раз повторил, «Купи шлем и носи его все время». Нас немного обеспокоили слова старика, но потом мы решили, что он или извращенец, или просто выжил из ума. Легко забыли об этой странной встрече. Через пару часов я катался в парке на новом велосипеде и упал. Слегка ушибся, потому что удачно приземлился на траву, поэтому не отнесся серьезно к своему падению. Я вскочил и начал отряхивать одежду, когда поднял голову, увидел напротив того самого старика. Он просто стоял и смотрел на меня разочарованным взглядом, при этом укоризненно покачивая головой с лохматыми седыми волосами. Потом старик поднял руку, покачал указательным пальцем туда-сюда и пронизывая меня строгим взглядом, произнес глухим голосом «Я же предупреждал тебя, чтобы ты носил шлем». Я настолько перепугался, что стремительно запрыгнул на велосипед и помчался домой так быстро, как только мог. Что меня удивляет еще больше, прошло много лет после того случая, но я до сих пор вижу странного старика. Сейчас я живу далеко от дома, где вырос, нас разделяют почти 50 миль. И все равно время от времени он появляется передо мной и предостерегающе качает пальцем. Я не верю в ангелов-хранителей, этот дед всегда пугает меня. Мой отец поклялся, что это произошло с ним на самом деле. Он действительно очень уравновешенный мужчина, так что примите на веру его рассказ. В 2002 году отцу исполнилось 32 года. Он спокойно шел по улице, как друг увидел маленького мальчика, который ехал на очень старом велосипеде. Серьезно, такую технику выпускали в 30-е годы прошлого столетия, а то и раньше. Мой отец остановился и смотрел на малыша с явным недоумением на лице, понимая, что он какой-то странный. Мальчик тоже смотрел на отца и ехал прямо в стену здания. Отец уже представил себе жуткую картину. Ненормальный мальчуган врезался в бетонную стену и сильно разбился. Он весь в крови и ему нужна помощь. Однако на его глазах случилось невероятное. Ребенок просто проехал сквозь стену и исчез. Папа клянется, что видел это собственными глазами. Никаких следов присутствия мальчика на велосипеде не осталось. Сейчас моему отцу 50. Он совершенно здоров, поэтому списать это воспоминание на приступ болезни или бред больной головы нельзя. Он все помнит отчетливо, как будто это произошло вчера. Дядя моей бабушки был торговцем. Он жил на границе Афганистан-Пакистан. У него были верблюды и ослы для перевозки товара. Действия происходили еще до того, как в этой местности появились машины. Бабушка рассказала мне историю своего дяди. Однажды ночью он в одиночку, сидя на осле, проезжал пустыню, перевозил товар на двух верблюдах. Вдруг услышал, как кто-то окликнул его по имени. Когда дядя повернулся, чтобы увидеть, кто его зовет, за его спиной стояли какие-то очень высокие существа. Их головы, казалось, касались облаков. Дядя настолько перепугался, что бросил своих верблюдов и поспешно стал убегать верхом на осле. Он добрался через пару часов к дому своей сестры и рассказал об увиденном в пустыне. Дядя ослабел на глазах, ему было очень больно и он умер спустя несколько минут. Моя подруга рассказала мне о случае, который произошел с ней в поезде. Она возвращалась домой поздно вечером, ехала по дороге в Джефферсон-Сити, штат Тенниси. Машина мчалась на хорошей скорости, как вдруг ниоткуда на пути движения возник человек. Это произошло слишком быстро. Подруга не успела среагировать на его появление, но вместо того, чтобы сбить незнакомца с сильным ударом, так как он уже был перед лобовым стеклом, она увидела его уже в машине, рядом с собой. Затем он стремительно переместился на заднее сиденье и снова оказался на дороге. Все это существо целиком прошло через ее автомобиль. После услышанного я попробовал выжать из девушки подробности. Заметила ли она какие-нибудь особенности, поймала ли она взгляд незнакомца в зеркале заднего вида и тому подобное. Но подруга ответила, что была очень ошеломлена происшествием и нажала на газ, чтобы побыстрее убраться из странного места. Одна из моих подруг работала санитаркой в больнице. Она ухаживала за пациентами, меняла постельное белье и выполняла разное поручение больных. Я узнала, что подруга неожиданно ушла с работы и ни с кем не говорила об этом, избегая всех вопросов на эту тему. Пришла в гости к девушке, прихватив с собой немного пива, чтобы попытаться разговорить ее и немного расслабить затянувшуюся хандру. Увидела подругу в состоянии полного эмоционального краха. После того, как мы приговорили пару банок пива, беседуя о разных пустяках, девушка заговорила о своей работе. Она была очень взволнована, вспоминая о том событии. Однажды вечером подруга задержалась в больнице и услышала, как медсестра зовет на помощь. Она кричала, что у пациента остановилось сердце, бежала по коридору, чтобы привезти врача. Девушка поспешила к больному в палату. Какой-то человек бежал ей навстречу, они почти столкнулись друг с другом. Этот неизвестный спросил на бегу, где здесь выход? Моя подруга указала ему на дверь, ведущую на улицу, и вошла в палату к пациенту, у которого была остановка сердца. Она увидела на постели того самого человека, который только что пробежал мимо нее по коридору и спросил, где выход. Девушка затряслась от ужаса. Пациент ушел на радугу. В детстве со мной приключилась удивительная история. Мне было 7 или 8 лет, уже не помню точно. Я играл в нашем дворе с друзьями в прятки. День был яркий, солнечный. Я посмотрел на небо и увидел нечто странное. Это был круглый по форме металлический предмет, напоминающий метеор, старчащий из него трубой, как из танковой башни. Шар зависал всего в нескольких сотнях футов надо мной. Двигался по небу очень медленно, со скоростью улитки. При этом не было слышно ни малейшего звука. Странный предмет пролетел мимо меня. Я на секунду опустил голову вниз. В глазах стояли блики от яркого солнца. Когда снова взглянул вверх, чтобы еще немного понаблюдать за двигающимся предметом, уже не было никакого шара. Я стоял один на незнакомой улице, было совершенно темно и горели включенные уличные фонари. Моя мама с другими соседями организовала группы для моего поиска. Когда я нашелся на другом конце поселка спустя 5 часов, то не смог внятно объяснить, как там очутился. Родители и соседи подумали, что я просто заблудился. Это произошло с моими родителями почти 20 лет назад. Они приехали на выходные в Долину Смерти и остановились в отеле. Еще в дороге отец припарковал машину у заброшенного дома и отошел за угол по малой нужде. Сразу после того, как отец скрылся из глаз, к маме с другой стороны машины подошел какой-то мужчина. Он сообщил, что у него сломался мотоцикл, а он доставляет почту в Долину Смерти и просил его выручить. Мама оглянулась вокруг и нигде не заметила сломанный мотоцикл. Рядом с этим домом не было ничего, никаких зданий или других построек. Мужчина просил маму, просто умолял помочь ему доставить газеты в городскую гостиницу, иначе он потеряет работу. В его руках была большая стопка газет. Он напряженно ждал, когда мама откроет дверцу машины, чтобы взять их. Моя мама почувствовала опасность, исходящую от этого человека. Какие-то тревожные сигналы заставили ее насторожиться. Она замахала руками, отказываясь открыть запертые двери, и сказала мужчине, чтобы он уходил. Но он не отходил от машины и продолжал просить о помощи. В это время из-за угла дома вышел мой папа и строго глянул на незнакомца. Мужчина сразу запаниковал, быстро сунул пачку газет в руки отца и убежал. Машина уже отъезжала от этого места, когда они увидели, как мужчина уходит по полю куда-то вдаль. Родители наконец добрались до отеля. Оставили на стойке газеты и заказали номер. Когда они передавали почту, женщина-регистратор сообщила, что в отель газеты не доставляются. Мой отец взял в руки один экземпляр, посмотрел на первую страницу и увидел дату выпуска. Это была газета 1954 года. Мы живем в деревне. К моему дому ведет грунтовая дорога протяженностью 8 миль. Вдоль дороги нет ничего, кроме охотничьих угодий, акры, незастроенной земли. Наш старый двухэтажный фермерский дом и еще несколько соседских домов стояли в самом конце этой дороги. Дальше за деревней расползались окружные тропы. Однажды поздно вечером я ехал домой в машине и слушал радио. На секунду отвлекся от дороги, чтобы сменить радиостанцию. Когда я поднял глаза, посреди дороги примерно в пяти футах от меня стоял человек. На нем была одежда старая униформа солдата конфедератов. Я мгновенно надавил на тормоз и почувствовал, как машина столкнулась с каким-то препятствием. Был уверен, что переехал мужчину, выскочил из машины и заглянул под нее. Там ничего не было. Потом я заметил кровь на передней части авто. Обошел вокруг бампер машины и обнаружил сбитое тело. Возле колеса лежал койот, он уже был мертв. Я убрал мертвое животное с дороги, хотя и был немного расстроен, но успокаивал себя тем, что принял зверька за человека. Вернулся к машине, сел на водительское сиденье и завел мотор. Фары осветили то место, куда я положил мертвого койота. Возле него на коленях стоял тот самый человек и смотрел в мою сторону невидящим взглядом. Свет не отражался в его мертвых глазах. Я от страха рванул с места и оставил за собой пыльную завесу. Никогда еще в своей жизни я не был так напуган. Мы исследовали особняк Кейли в Юнион Тауне, штат Пенсильвания. Мне захотелось туалет. Я пошел туда и пропал. Только через 45 минут меня обнаружили в подвале в состоянии транса. Создалось впечатление, что я был под гипнозом. Я абсолютно ничего не помню о том, что случилось со мной в этот промежуток времени, когда я пользовался туалетом и когда меня нашли. Провал в памяти, как будто события стерты начисто специальным ластиком. Она заметила человека с видеокамерой, устроивавшего... Устроившая гуся. Она заметила человека с видеокамерой, устроивавшего... Уф, блядь. Просто на дереве. Я просто подписалась на пост обзора и попала в видос. Ура! Не забудь написать свою крипоту в комментариях и тогда ты попадешь в видос. Субтитры создавал DimaTorzok